Лишить Кыргызстан и еще порядка двух десятков стран финансовой помощи. Такой проект документа Госдепартамент США направил на рассмотрение Дональду Трампу. В списке, кому возможно будет урезана материальная поддержка, попали страны Европы, Азии и Центральной Азии. В том числе Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан. Частично урежут финансирование Молдове и Таджикистану. О каких сокращениях идет речь пока неизвестно, но по оценкам экспертов финансовая помощь Госдепартамента США может быть урезана не менее чем наполовину. Это основная политика была предвыборная Дональда Трампа о том, чтобы нужно сделать Америку снова великой. Чтобы все деньги в первую очередь были направлены на американский народ. И соответственно в связи с этим в Кыргызстане американская помощь будет сокращена до 51 процента. Это колоссальная сумма и ради примера стоит сказать, что они делали. Это проект Биджай по развитию туризма, строительного бизнеса, швейного бизнеса. Это проект Агрогоризонт по помощи сельскому хозяйству. Они давали новые сорта кукурузы, они помогали применять новые подходы в сельском хозяйстве и многие другие проекты. Соответственно это все очень больно ударит по нашей экономике в том числе. Сократятся рабочие места и в целом как бы мы ощутим данное сокращение. Серьезно пострадают и неправительственные организации. Многие из НПО так или иначе финансируются Соединенными Штатами. Кто-то напрямую, кто-то через гранты и конкурсы. В любом случае работать теперь точно станет сложнее. Говорят в коалиции за демократию и гражданское общество. Эти программы тоже охватывают большое количество мероприятий, таких как обучающие мероприятия, наблюдателей, сама компания по наблюдению. Конечно здесь роль юсоида конечно тоже высока. Ну конечно нам будет трудно, потому что здесь ведь большое количество людей и вовлечены это рабочие места и так далее и так далее. Однако политологи уверены, что Госдепартамент просто таким образом пытается припугнуть правительство. Если сокращение и коснуться, то лишь в некоторых проектах, на которых Белый дом больше не намерен делать ставки. Основные политические процессы, как и прежде, останутся под присмотром Вашингтона. Тем более, что на носу президентские выборы. Для Соединенных Штатов Америки Кыргызстан играл и играет важную стратегическую роль в плане отработки сценариев различных. Это работа с гражданским обществом, это работа с политическими партиями, это работа, скажем так, с бизнес-сообществом. Мы знаем, что Юсаид тоже активно участвовал в выстраивании парламентской системы работы Жагор Кукинеша, финансировал поездки депутатов, финансировал даже их заседания на региональном уровне. Я не думаю, что в один момент Соединенные Штаты возьмут и все эти проекты свернут. Потому что эти проекты нужны также им, чтобы показывать свое влияние, держать руку на пульсе Центральной Азии. Если финансирование все-таки прекратится, то Кыргызстану придется искать новые источники. Социальные проекты, на которые сейчас тратятся деньги доноров, закрывать нельзя. Не исключено, что за помощью нашей стране придется обратиться к Китаю или России. Игорь Потанин, Владимир Кубалдеев, НТС.